Здравствуйте, мои дорогие, любимые друзья и подписчики! Сегодняшнее видео я начинаю с утра у себя в беседке. У нас прошли заморозки, теперь бабье лето, теперь тепло. Замечательно! Я сейчас специально пошла завтра, но пока завтракать сюда, думаю. Как завтракать? Чай попить. Для чего? Ну как для чего? Пока теплые денечки, на свежем воздухе попить чай. Сзади меня девичий виноград, начал уже желтеть, краснеть. Ну, фон такой красивый. Я сама естественность, умылась, и штука нанесла в свой любимый дневной уход. И взяла за собой вот эту штуку. Я сейчас по ней подробно расскажу. Остараюсь быстро сказать мне подробно. Неделю назад я ее купила. В интернет-магазине Валберис. Очень долго лазила-лазила по всем этим. Вы не поняли, это Омега-3. Вот это фирма. Вслух ее специально не называю. Вы можете прочесть. И по отзыву нашла для себя качественный продукт. Вот знаете, вот я считаю прям по прекрасной доступной цене. Потом сравню с той ценой, которую я покупала до этого. Ладно, об этом позже. Вот смотрите, Омега-3. Я не буду говорить, для чего нужна Омега-3. Я ее употребляю. Давно уже не употребляла, потому что искала для себя цена-качество, да, соотношение. Вот 90 капсул. Каждая капсула по 1000 миллиграмм, скажем так, рыбьего жира. Очищенного, отфильтрованного, замечательного. При употреблении, как его нужно употреблять? С едой по одной капсуле в день. Читайте, на 3 месяца. На 3 месяца. Стоимость, сейчас озвучу, 442 рубля. Зашла на сайт, специально посмотрела. В поисковике набрала. Со скидкой на сайте 500, там около 550 рублей. Ну, плюс доставка, имеете в виду. Здесь, через Валберрис, без доставки, 442 рубля на 3 месяца. Еще раз говорю. Я покупала разных компаний. Омега-3. Мэри загавкала. Как мне что-то снимать? Хочу что-нибудь? Либо Мэри гавкай, либо попугай. Ладно, не обращаем внимания на Мэри. И просто сейчас хочу сравнить с компанией Арифлей. С которой я сотрудничала, с которой я покупала. Ну, как покупала? Ради баллов, да. Там у них, значит, 60 капсул. Но нужно принимать по 2 капсулы в день. И стоимость в 4 раза выше. То есть, 442 рубля умножьте на 4. Представляете? И вот этих 60 капсул в Арифлей хватает на 1 месяц. Разница есть? Ничем не хуже. То же самое проходят все параметры очистки. Как заявляют в компании Арифлей. Там у них супер-пупер от Омега-3. Нет. Абсолютно нет. Так что рекомендую, девчонки. Употребляйте. Покупайте. Ну, сейчас у меня вот знакомая хотела. Я ей скинула ссылку из Валберис. Да, вот на этот препарат. Она зашла, говорит. Кончились. Они на складе. Но отправили в лист ожидания. Так что я тоже отправила в лист ожидания. Думаю, как появится, мне сразу будет сообщение. Я еще захожу, наверное. Потому что, ну, что? Еще говорю, отрыжки рыбы нет. Как пугали меня в компании Арифлей. Другие там отрыжки дают. Там еще что-то неочищенное. Там только в Швеции все очищено. Это американский препарат. Ничем не хуже. Ладно, все. Это все. У меня сегодня поход к косметологу. И нужно будет прийти. Буду сегодня готовить эти перчики фаршированные. Мама дала перчики. Ну, перед морозами же их сорвали. Нужно теперь оприходовать. Привет, друзья. Я уже пришла. С косметички чуть-чуть у меня остались. Вот такие проколы. Значит, буду сейчас готовить такие перчики. Смотрите, духовка у меня же разогревается. Я их почистила. Разрезала вот так в дольки. Буду начинять фаршем. Таким фаршем. Оперед рецепт. Мне скинула дочка ВКонтакт. Где-то она там увидела. Но я делаю все по-другому. У меня другая начинка. Значит, использую основу. У меня рис. А то у меня вот чуть-чуть осталось. Здесь, смотрите, вот куриного филе. Я делала, когда кабачки. У меня это немножко осталось. Чесночок надавлю. Куриное филе мелко-мелко сейчас порежу. Кабачки. Натерла кабачок. Ну, немножко-то. Все на глаз. Все на глаз. Помидорчик. Тоже мелко-мелко порежу. И, наверное, с него семечки беру, чтобы так сока не было много. Петрушечка. Пучочек у меня. Порежу мелко-мелко. Все это смешаю майонезом. Перемешаю. Немного давлю майонез. Солить не буду. Потому что будет майонез. Потому что не знаю, какая соль. Если что, кому-то надо даст соль. Первый раз готовлю. И вот у меня осталось немножко сырочка. За минут 5 до готовности посыплю сыром. В духовку обратно. Чпоп. И отправлю. Ну что, сейчас начну резать пока это куриное филе. Вот это вот меленько-меленько порежу. Я его вчера еще вытащила из морозильника. Хотела вчера готовить. Но мне вчера не получилось ничего. Знаете, вот у меня сейчас вот такое... Просто я не все могу рассказать. Не все могу рассказать на камеру, да. Но я вот сейчас живу, ребята, в таком ритме. Вешеном. Я вот ложусь отдохнуть только вечером. На конце дня ноги будят. Вы просто не представляете, как будят. Если честно признаться, устала и морально, и физически. Очень сильно. Очень сильно устала. Мне нужен отдых. В этом году еще никуда не съездила, не отдохнула. В общем, год какой-то такой еще. Для меня очень проблематичный. Проблем выше крыши. Вы хоть, знаете, хоть в шапке сли. От этих проблем. Вот хоть в шапке сли. Ну, видимо, сейчас у всех такие времена, да. Легко ничего не дается. Только еще с большими трудностями. Вот это вот так вот у меня получается. Видите, так вот мелкими-мелкими кубиками. Рецепт, говорю, вот сама сейчас буду делать первый раз. И если у меня получится отснять мукбанг, пробу с этим блюдом. Я даже не знаю, как мне его назвать. Фаршированные перчики, наверное, в духовке, да, так и назову. Фаршированные перчики в духовке. Снимем тогда ссылочку, да, на канал свой, на второй. Если оно там будет, я ссылочку дам оставлю. Посмотрите, там ждите, пробуйте. У меня уже не будет времени в этом видео вставлять как и что. Мне самое интересное. Попробуйте, как что будет. Ну, в принципе, вот ничего, так получилось. С такого маленького кусочка вот столько вышло. Сейчас я соединю уже с рисом. Добавлю сюда кабачок, а кабачок сок даст. Когда будет готовиться, да. Петрушечку. Петрушечку порежу. Хвостики отрежу. Кстати, мне кто-то написал такую полезную вещь. Вот хвостики не надо. Петрушки от зелени побросать. Их нужно заморозить. Прекрасно. Я сейчас это делаю. Спасибо, девчонки. Спасибо, что смотрите внимательно мои видео. Даете мне советы. Я у вас много мучусь. Решила снять такой формат видео. Потому что давно с вами на кухне не общалась. А сейчас вот просто так вот вышло, что есть возможность пообщаться. И я с вами общаюсь. Так, все. Петрушечку засыпала. Вот видите, фарша сколько стоит. Ну, прям много будет фарша. Может даже разделить тевтельки сделаю. Помидорчик. Пошел в фарш. Помидорчик, да? Ой. А я посмотрю, может даже сейчас и стелечку миру сделаю. Что нет-то? Я же его немножко буду, я не целый помидор его резать. Так, чтобы, знаешь, кислиночку, сладиночку придать. Немножечко. Сачок. Должен быть вкусно. Где-где сыр, там везде вкусно. Согласны? Вот столичек вот получилась. Все сюда опускаем. И еще нарезать помидор. Не, не буду. Сейчас буду мешать. Ложку возьму. И перемешаю. А, не, больше не буду резать. Я же майонез сюда добавлю. Наш сразу сейчас майонез бухнет. Бух-бух. Будь там майонез. Раз. Так. Я просто вот на глаз, девчонки, давлю. На глаз тоже много не надо. Зачем? Жирность, да? Жирность. Подавать. Петрушка. Смотри, вот такая кашица. Сейчас все перемешаю. И мяско есть. Везде все гремит. Везде все гремит. Все везде. Громко. Кешу накрыла. Молчит паразит. Иначе покоя никакого бы не давала. Теперь то мэри, то кеша, то чапа. Тут и так хватает шумов везде. Ну, в общем, я так немножечко вам искала ситуацию, что я живу сейчас в таком режиме. Вы знаете, вот такое ощущение, как батарейка у меня. Вот с утра встаю, впрягаюсь до самого вечера. Учитывая того, что еще работаю, хожу работать. Ну, не каждый день, конечно, но подрабатываю. Еще успеваю хоть время косметичку. Еще снимать, монтировать видео. Сейчас места отходила каждый день. Сейчас не получается все равно каждый день. И поэтому вот как выходит, так и выходит. И, кстати, насчет прямых эфиров тоже думала. Как быть? Наверное, знаете, вот как будет у меня возможность прямой эфиры выходить, так и буду. Пока буду без графика. Вот, сейчас попробую на соль. Мне нравится. Я посолю сейчас. Чуть-чуть посолю. Вот чуть-чуть. Все посолила. Большое спасибо, кто был со мной на последнем прямом эфире, которое я снимала в Глорелии в торговом центре. Здорово пообщались. Ниночке Романовой отельной, спасибо. Так, ну вот, смотрите. Все помешало. Пробовать не буду. Беру, значит... А вот эту вот емкость для запекания я предварительно смазала маслом. Раз. Вот так вот. Раз. Ну вот, смотрите, вот накладываю. Прям плотно впиваю. Должно все пропечь. Куда денется? Духовка греется. Сейчас все рис у меня отварил. Я до полуготовности. И вот, девчонки, укладываю. Второй беру. Укладываю. Все делаю очень быстро. Потому что духовка уже давно у меня включена. Так. Вот. А, кстати, я же, помните, в видео в одном говорила. Буду, пойду готовить завтрак, если удастся, сниму. Я позаимствовала этот рецепт на одном кулинарном канале, который я смотрю. Не получилось, девчат, снять завтрак. Меня кто-то очень сильно просил ссылочку на этот канал. Я обязательно дам. Я сниму этот завтрак. И ссылочку на этот канал дам обязательно. Обязательно. Мы как-то давно общаемся, как вместе. Вот это начали YouTube вести. Да, мы до сих пор общаемся. И вот этот единственный кулинарный канал, я его смотрю. Так, я разложила фарш. Смотрите, вот. Весь он у меня ушел. И вот так это выглядит. Сейчас отправляю в духовку. Вот я вот, знаете, что-то думаю, налить чуть-чуть водички. На чуть водички все налью. Чтобы не пригорал, да? Налью сейчас водички. Прям капелюшечку. Прям капелюшечку на дно. Посмотрю. Что надо? Выкипит, да и все вода. Вот. Вот таким образом. И отправляю все в духовочку. Духовка у меня доведена до 190 градусов. Ну, для овощей, мне кажется, нормально. Вчера же обрезала розочки. Видите? Смотрите, как классно смотрится, да? Вот в этой вот вазочке из фикс прайса, с божьей коровкой. Из фикс прайса. Розочка. Там еще розы распускаются. У нас же, говорю, у нас же это... Морозы прошли теперь. Бабили это во всем. Ну, что, ребят. На этом я, наверное, закончу. Дегустацию, наверное, мубанно проведу на канале Миша Светланы, который пока так называется. Ссылка под этим видео я оставлю. Всего доброго. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что смотрели вот такой мой кулинарный влог. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok